Доброе утро, друзья! С вами Владимир Шемет и в этом видео я подготовил для вас обзор питания в отеле Альбатрос Аква Глю 4 звезды в Шарм-эль-Шейхе. Так что подписывайтесь на канал и погнали! Итак, друзья, смотрите, сейчас я уже вышел из номера и иду в ресторан. В ресторан, который называется Меди Тирана. Значит, хочу вам сказать несколько таких важных моментов, которые вы должны знать по питанию в данном отеле. А именно, давайте возьмем завтрак, потому что обзор обеда и нюансы по обеду, обзор ужина и нюансы по ужину будут в отдельном видео. Значит, что вам нужно знать? Позавтракать туристы могут, в принципе, в трех ресторанах. Кстати, пока я иду в ресторан, я вам показываю часть территории отеля, на которой, в принципе, сейчас ведутся ремонтные работы, то есть происходит реновация номеров. Так вот, по поводу питания. Значит, сейчас буду показывать обзор в ресторане Меди Тирана. В другом своем видео я вам покажу обзор завтрака в ресторане азиатском. И еще в третьем ресторане тоже я вам покажу отдельный обзор. В принципе, позавтракать можно в любом из этих ресторанов, поэтому сейчас мы это все посмотрим, как это все выглядит, как выглядит в этом ресторане. Ну и как выглядит питание в другом ресторане, я, конечно же, покажу вам, но в другом видео. Мы уже ужинали, мы уже обедали, обедали мы в одном ресторане, завтракали мы тоже в другом ресторане. Другой ресторан находится, смотрите, вон он, Кулина называется. Но обзор того ресторана я вам покажу в другом видео. Сейчас мы идем в ресторан Меди Тиран. Вот он перед нами, уже немножко осталось метров 70 пройтись. Это я иду из номера. Семья моя еще спит, пускай спят, чуть-чуть попозже встанут, пойдут. А пока людей немного, я надеюсь, с утра немного, я постараюсь показать вам нормальный обзор питания. Значит, на часах 7 часов 13 минут. В принципе, из того, что я вижу, еще туристов немного ходит по территории отеля. Я так понимаю, они еще спят. Так вот, друзья, что еще хотел сказать вам по поводу ресторанов. Значит, есть вот итальянской кухни слева, а вот Меди Тирана, и здесь он азиатской кухни. Они как-то так вот вместе находятся. Ну, собственно говоря, как бы сейчас мы это все посмотрим. Это терраса открытая, и там внутри помещения есть тоже столик. Итак, вот он наш ход в ресторан. Ну, а в ресторане уже, конечно же, есть туристы. Итак, что у нас здесь? Начнем мы, наверное, с этого стола. Тут у нас колбасы и сыры. Ну, колбасы, я думаю, вы все в курсе. Это египетские колбасы. Не всем они нравятся. Да, и мне в том числе сыр. Кстати, вот этот вот желтый нарезанный мне вообще не нравится. А вот сыр фета, вчера я кушал, мне очень понравился. Следующий стол у нас овощи. Овощи, ну, стандартно. Огурцы, помидоры, салаты, морковка, капуста, оливки. А тут, друзья, у нас будут готовить омлет и блинчики. Тут у нас пончики. Дальше, тут у нас какие-то каши, овсяная, овсянка, пшеничная, тосты. Тут у нас картофельное пюре, сосиски, хлебный стол. Ну, и стол с египетской выпечкой. Вот выпечка, тут, друзья, бесподобно в Египте. Ну, и в данном отеле тоже вкусно все. Так, тут можно сделать себе кофе, чай, различные напитки газированные, пепси, миранда. Ну, а это юпи, который все так не любят. Следующий стол. Ну, тут у нас еще сосиски, только куриные. Яички вареные. Какое-то бобовое блюдо. И вот, друзья, у нас стол с йогуртами. Я не знаю, тут, видимо, добавлены в некоторые йогурты какие-то джемы, потому что есть полностью белый, есть какой-то коричневатый, розовый и какие-то пудинги. Есть различные рода джемы, инжир, абрикос, мед и варенье из земляники. И вот мы добрались к столу и с фруктами. Значит, смотрите, есть апельсины почищенные, есть яблоки порезанные, есть финики. Это у нас, друзья, грифру. Вон порезанная, по-моему, дыня и еще яблоки в каком-то сиропе. Значит, вот у нас есть хлопья кукурузные, ну и горячее молоко. Столы накрыты таким вот образом. Есть вилочка, нож и ложечка. И бумажные салфетки. И, наконец-то, Египет избавился от этих тряпчаных салфеток. Значит, смотрите, снаружи эти рестораны выглядят вот таким вот образом. Как я вам говорил, есть открытая терраса и есть столики внутри ресторана. Смотрите, вот это вот ближе ко мне, это медитеран. А дальше за ним идет ресторан азиатской кухни. Но, что я вам хочу сказать. Помещение, оно объединено. То есть, это одно большое помещение. И, собственно говоря, какой-то разницы я вообще не увидел. Потому что, в принципе, по всему ресторану находятся столы с едой. Территориально эти рестораны находятся возле ресепшена. Ну, рядышком с ресепшеном. Вот, смотрите, вот ресторан я вам показываю. И слева, вот здание с такими куполами, это ресепшен. И там тоже есть часть номеров. И тоже есть такая особенность, друзья. Смотрите, вот это ресторан. И над рестораном есть номера. Честно говоря, я бы не хотел бы жить в номере над рестораном. Из-за того, что в ресторане, когда много людей, достаточно такой шумный. И, наверное, ну не знаю, как бы это мое предположение. Шум может быть, конечно, слышен и в сам номер. Но если двери на балкон закрыты, теоретически его не должно быть слышно. Ну, а вы в комментариях, если вы отдыхали в отеле Альбатрос Акваблю, обязательно напишите в комментариях, в каком вы номере жили. Если вы жили в номере над рестораном Медитеран, то, конечно же, напишите, слышен шум в номер или нет. Итак, друзья, это был обзор ресторана и питания в отеле Альбатрос Акваблю, а именно азиатского ресторана и Медитеран. Значит, что хочу сказать по самому питанию. В принципе, его достаточно. И лично мне его с головой абсолютно достаточно. То есть есть омлет, есть сыр фета. Ну, собственно говоря, овощи тоже есть. То, что и нужно лично мне для завтрака. Вот, многие, конечно, могут сказать, что это очень слабое питание. Но тут я хотел бы задать вопрос. Для тех, кому это питание слабое. Напишите обязательно в комментариях, друзья, какое же питание должно быть тогда на завтрак, если это слабое. Просто, я не знаю, как бы, ну, с утра, допустим, есть йогурты, есть хлопья, есть молоко, ну и всякое, всячина, которую я вам показал. Ну, именно мой рацион питания с утра, это омлет и фета. Это мне достаточно. Ну, можно там каких-то парочку сосисок схавать, но я лично тоже так. Сосиски такие, посредственные. Вот. Ну, а вы обязательно тогда напишите в комментариях под этим видео, потому что многие туристы говорят, что это слабое питание для завтрака. Мне просто вот интересно, очень интересно, какое же питание должно быть на завтрак, чтобы было отличное. Вот. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я видел сотни отелей, видел, значит, очень много отелей, в том числе я и кушал в этих отелях, и завтракал, и обедал, и ужин у нас был. Но просто мне вот очень интересно, какое же должно быть питание, по вашему мнению. Ну, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно их пишите в комментариях под этим видео. Буду стараться вам отвечать на ваши вопросы. Если у вас есть информация, которую вы можете поделиться, вы тоже пишите в комментариях под этим видео, я обязательно почитаю. Ну, и не забывайте подписываться на мой канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. Спасибо всем за внимание. Желаю вам только самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч. Пока-пока.